добрый день дорогие друзья я честно вот очень рада вас всех видеть мне очень было приятно вчера когда на выставке подходили абсолютно незнакомые люди говорили мы завтра придем это вот прям реально обнадеживало что все наши перипетии которые произошли в августе месяце и которые перевели нас на другие рейсы это все мы сделали не зря и принесли какую-то может быть вам пользу ну или разогрели ваше любопытство я сегодня буду разговаривать не буду отнимать хлеб у селекционеров специалистов по сортам специалистов по технологиям наше узкое место на сфера наших профессиональных интересов конкретно артели как семеноводческого предприятия как раз работа с семенами и когда мы записывали первый подкаст Алик Мацаканович сказал что очень на самом деле я никогда об этом отдельно не задумывалась но он наверное прочитал мои будущие мысли которые касались того что работа с семенами именно семеноводство как отрасли у нас никогда особо отдельно не рассматривалось что это серьезный пласт именно может быть научных может быть каких-то экспериментальных знаний которые нам нужно получать это не какой-то придаток к технологии это отдельно существующая отрасль которая требует серьезного подхода и ввиду того что он несколько лет в нашем хозяйстве работает отдельный завод который занимается бобовыми и мы отслеживаем огромное количество сортов которые работают для наших коллег которые по семенным проектам в нашем предприятии с занимаются вот наличие огромного количества именно сортов разных условиях входящего материалом позволило нам дало нам в руки материал с которым мы поиграли в опытах мы позанимались на семенном оборудовании и это позволило нам сделать определенные выводы которые я сейчас хочу вам здесь изложить начнем с нашего любимого нашей любимой темы о том что почему отдельно у нас существует завод который занимается только бобовыми много лет больше десяти лет до строительства семенного завода басуи у нас был нормальный стандартный петкусовский завод который на котором мы подрабатывали пшеницу и ячмень и все было нормально нас все устраивало да мы его постоянно дорабатывали безусловно этот процесс у нас и сейчас происходит но когда мы начали работать со и стало понятно что соя реагирует на большую протяженность транспортных линий соя требует настолько бережного отношения к своей оболочке который напрямую потом сказывается на бассивных качествах и здесь началась длительная работа проб и ошибок для того чтобы мы могли максимально сохранить тот потенциал семян который пришел с поля именно в ворохе довести его без потери бассивных кондиции уже до потребителя к чему в итоге мы пришли не только на стоя на всех остальных культурах наше хозяйство старается в поле оставить все то что не укладывается в кондиции госта по товарному зерну и положить зерно в склад без первичной подработки вообще вот стремление сделать минимальное количество итерации между полем и конечным продуктом по сои это крайне важно а по другим культурам это экономически целесообразно то есть мы настраиваем свою технику таким образом чтобы у нас вложиться в гост по суру не травмировать и чтобы этот материал мог долежать без потерь схожести до конечного результата каким образом это добиваемся естественно что лаборатория просто бдит за тем что происходит на комбайнах и дает сигнал по каждой машине нашим агрономам под перестройки для того чтобы уже лаборатория не маялась с этим материалом в хранении у нас складах естественно что недостаточно просто положить эту сою на пол чтобы она долежала до весны вот такой материал живой материал ворох это живой материал требует вентиляции и виктор владеевич у нас в течение многих лет дорабатывает систему вентилирования и им же самим придуманную которая состоит там из достаточно простейших составляющих но об этом мы у себя там в телеге отдельно рассказываем сейчас на этом останавливаться не буду но в любом случае работа в складе именно с ворохом неподработанным она требует активного вентилирования но это позволяет нам часто снять какие-то небольшие излишки влаги что приходит к нам с поля вот у нас был прекрасный пример позапрошлого года осень когда у нас в сентябре месяце произошел заморозок и дальше начали лить дожди и к нам мы не только свой материал подрабатываем мы часто принимаем материал сторонний и подрабатываем его на семена под заказ количество сортов и вариаций того что приходило ну просто шкалило мы могли видеть свою во всех положениях во всех степенях клиент скорее жив чем мертв или скорее мертв чем жив и нам наши коллеги из августа провели там ряд анализов для того чтобы понять что собственно говоря из фауны у нас в этой в этом ворохе находится вот перед вами сейчас анализ который нам выдала лаборатория краткий пересказ значит основное основная нагрузка которая ложится на семена это касается нашего региона да вот в таких условиях у нас цвел и пах фузыриус на семенах и это было визуально прекрасно наблюдалось ворохе вот внизу представлены картинки как это выглядело непосредственно на зерне то есть это визуализировалось достаточно легко и для нас это маркерный признак что мы можем с этим поработать на заводе и вот теперь смотрите в тот год мы собственно говоря вот этот прекрасный опыт заложили на нескольких сортах чтобы посмотреть что это не сортовая специфика не сортовая особенность сразу у нас тогда было два заказчика по семенному материалу и у них были совершенно две разные стратегии одна компания оставила свои семена не протравленными до весны посмотреть вдруг это не выживет да вдруг потребуется переводить это из семян в товарную сою а другая компания сказала большой фон инфекционный давайте сразу протравливать и нам было интересно в общем то чья стратегия выиграет на самом деле это очень частая ситуация которая возникает выбора посоле у товаропроизводителей что мы сделали значит мы по двум стратегии мы пошли мы проверяли схожесть на всех этапах вот перед вами картинка того исходного ворох который был схожесть его было 81 процент и мы сразу этот 81 процент схожих семян протравили максимум xl и в схожесть у нас осталось 82 безусловно когда ты смотришь на вот эти чашки петри да ты когда смотришь на растение ты понимаешь что конечно вот этой мохнатой красоты вариантом с максимум xl и и конечно не было там но это не увеличило количество ростков которые там происходили почему они потому что максим плохо работает все нормально работает просто там уже были мертвые зерна от которых требовалось избавиться дальше мы эту историю отправили на фото сепаратор потому что на другом оборудовании никакие там пьема стола эту историю не отберут и здесь мы отобрав черный удалив темные потемневшись темными бочками зерна получили материал со всхожестью 96 процентов и вот здесь мы понимали что они не не та роль у протравителя на самом деле протравитель не подтягивает схожесть он готовит материал к нахождению его в почве после посева сейчас об этом тоже немножко поговорим вообще фото сепаратор у нас длительное время когда мы его только купили мы его периодически запускали под какие-то особые проекты это не было обязательным пунктом программы для подработки материала именно в тот год когда был заложен этот опыт сто процентов материал который попадал на завод она проходила через фото сепаратор потому что не было иного способа попадаться именно с болезнями в зерне что еще мы решаем на фото сепараторе ну конечно вот эти больные темные мы убираем мы убираем свой подсолнечник и вот много билось копий по поводу удержания подсолнечников посевах сои у нас несколько лет закладывался полигон где мы разные схемы проверяли и пытались избавиться от него ты либо получаешь очень небольшую урожай с высокой затратной частью и давишь свою но и давишь не подсолнок либо ты до фото сепараторе просто добиваешь какие-то куски подсолнечника которые попадают в этот материал и он вот он способен вычистить на сто процентов а вот в поле могут быть нюансы которые ты не всегда со стопроцентной гарантии можешь победить поэтому вот именно в борьбе с подсолнечником особенно даже знаете никогда ты сеешь свой по подсолнечнику нет таким мы конечно не занимаемся но вы понимаете что в течение восьми лет вот мы у себя наблюдаем на полях с отсутствием подсолнечника 8 лет его не было все равно есть растения в поле которые возникают у подсолнуха и нет необходимости тратить на это серьезные гербицидные обработки снижающие за счет токсичности урожайность а достаточно их вот отбить таким образом но и зеленые недозревшие и склероции вот эти две составляющие которые фотосепаратор убирает и на самом деле вопрос склеротинии на подсолнечники сои и рапси в прошлом году стоял в регионе очень остро в этом году его нет так сложились погодные условия но мы в любом случае к этому раскладу готовы но и зеленые недозревшие вот это черный ящик который у нас всегда есть в ворохе и ты не понимаешь будет это сходить будет это лежать будет ли это себя дальше нормально вести естественно перестраховаться лучше их убрать это абсолютно нормальная стандартная логика и вопрос фотосепаратора на семенном заводе занимающимся сои это уже сейчас обязательный элемент программы что еще интересненького есть на заводе и что конкретно продиктовала соя вот например сейчас мы видим в сингенте например да сейчас есть их инокулянт их протравитель фунгицидной и их инсектицид в сумме это дает отдых схема до который набирает популярность это четыре с половиной литра надо сказать что многие подрабатывают сою не меняя рабочую количество рабочего раствора которая идет на семена и остается оставляет его там 8-10 литров на тонну на самом деле сои это все стекает это все добавляет дополнительных проблем слеживается и так далее все это надо снижать до пяти короче говоря может быть даже и вообще без воды вот в такой схеме работать вопрос насколько качественно сделано технологически качественно не по химическому составу а именно тех по технологии нанесения насколько качественно сделано та химия которой вы работаете и плюс те инокулянты которые могут быть применимы и в нашем случае так как наш заказчик может привести нам сам канистре сказать вот эти вот этим вот этим протравите мы на это не влияем всякие возможны схемы и чтобы соблюсти эти параметры есть история с послойным нанесением когда сначала один препарат наносится слегка подсушивается потом идет второй и третий не надо смешивать и за счет этого нанесения этих препаратов на стою она возможно и без содержания воды и все это прекрасно складывается много лет мы как и все сначала протравливали максимом а потом ждали перед поселом наносили инокулянт вот перед вами сейчас стоит наша маленькая лабораторная байровская машина на которой мы поверх максима наносили разные инокулянты мы мелкой делянки много закладываем с разными протравителями вот обратите внимание на крышке розовый налет по бокам розовый налет это не потому что максим отваливается да потому что ты все равно механически трясешь его там и все равно ты теряешь фунгицидный инокулянт все идет к тому тенденция такова что мы все заносим за за один проход и дальше это все инокулянт уже позволяют обрабатывать за месяц за два а то и больше все прекрасно это уже есть фунгициды с которыми можно инокулянт смешивать есть инокулянты которые можно смешивать фунгицидами там еще маячит нужный ненужный инсектицид в данном случае но в любом случае да вот это послойное нанесение нам развязывает руки с возможностью различных комбинаций препаратов но и все идет к тому что препаратов становится больше тут еще микрухи нет а там еще многие микруху носят и все это можно нанести без воды и вот послойное нанесение нам это прекрасно позволяет сделать теперь хочу поговорить если прибавка от фунгицидного протравителя мы эту историю много лет осмотрели сначала на зерновых культурах и когда маркетинг нам активно говорит что ребята у вас экономическая выгода вы получаете прибавку от применения наших препаратов при протравливании ты когда сеешь это было лайку протравители на делянках у тебя несколько лет подряд контроль дает самую высокую урожайность без обработки ты понимаешь что да с одной стороны нету ты решаешь не тот вопрос это вопрос страховки да почему мы протравливаем обязательно порядке например семена пшеница ячменя то что мы точно знаем что если у семеновода появится пыльная головня все это труба ты с этим уже ничего не сделаешь а вот в сои был вопрос что и от чего мы боремся для чего нам нужен протравитель на сои мы видим что много семян мы про мы продаем без протравки многие предприятия еще на сои не используют протравитель у нас мы перестраховываемся у нас всегда про то проект протравливание идет фунгицидный протравитель но ждать от него прибавки не стоит эта история со страховкой ты несешь эти затраты понимаешь что ты себя прикрыл если вдруг где-то что-то бабахнет но опять же возвращаясь к протравителю на сои мы неоднократно сталкивались ситуации когда в мае месяце мы закладываем в прохладную почву но еще влажную семена и ожидаем что сейчас потеплеет и все взойдет и вот этот момент сейчас потеплеет и все взойдет вот это место для протравителя а не в прибавке вот это ваша страховка от того что это не будет съеденным и вот буквально послушав как вот павел милосердов например рассказывал на подкасте и значит дмитрий из за баера рассказывал про протравлю про фунгициды про ретардантный эффект например у азолов вот я их послушал думаю сейчас я заложу значит разные протравители азолы не азолы села посмотрела значит ну там они по-разному это отдельная тема не буду сейчас на ней заостряться но смысл в том что у нас не было места в растильне и мы все это просто оставили в комнате комната проходная 18 градусов температура посеяли все это закрыли пленочкой все это лежало и вы представляете я открываю у меня контроль весь зарос вот просто слоем укора даже снижение вот найти там 7 градусов от 25 положенных по госту как для для всхожести да когда мы проверяем вот это снижение температуры она привело к такому просто катастрофическому увеличению инфекции которые там есть я просто сижу такая думаю это 18 градусов почвы там в 12 градусов можем посеять 13 градусов и она там лежит еще и вам ну то есть условия уже другие но про ретардантный эффект это еще отдельная история значит вот вам перед вами результат одного года контроль не протравленный и максим да тут одна один центр это в пределах погрешности результат а вот смотрите другая картинка здесь вообще вот результат этого года то что мы на делянках высевали все значит перед вами вы видите что все равно есть определенное небольшое снижение урожайности на всех трех протравителях вот три базовых конкурент наиболее распространенных конкуренты которые у нас сейчас вот на рынке существует вы видите между фунгицидными протравителями они один нос в нос идут да но все равно есть некое снижение урожайности это год на год не приходится бывает год что в обратную сторону не ждите железо бетонной прибавки от работы протравителя ну и когда травить это тоже главный вопрос а можно ли протравить осенью когда у нас уже есть возможность поработать на заводе за один проход нанести протравитель на семена перед вами опыт на раз-два-три-четыре на шести сортах на шести сортах не протравленные слои зеленый столбик и протравленные в апреле слои вы видите что есть сорта где идентичная ситуация что травленная что не травленная лежала и набор и на всхожести это никак не сказалось вы поймите что если у вас ворох сухой чистый уже настолько это в законсервированном состоянии находится система что там уже нет какого-то повального заражения переопыления этой инфекции и так далее да если волор здоровый нормально будет нормально лежать и всхожесть будет влиять не не это будет влиять на всхожесть скажем так не инфекция надо сказать что вот этот фонд который вот эта работа которая здесь проведена нам было на серьезном инфекционном фоне проведена на самих семенах было очень много фузариоза но в сухом состоянии нет серьезного развития вот этих заболеваний здесь сравнение непротравленный и протравленный в апреле а вот смотрите разница если мы про травили в январе и если мы продравили в апреле вы видите что сорта тоже очень сильно по-разному если среднюю по 6 сортам считать выйдет тонна тонн что тогда вы про трав aluminum что тогда вы про травили здесь мы рассматривали только историю с заболеваниями есть еще другие факторы на которые тоже нужно обращать И когда вы пользуетесь вот этими цифрами, обращайте на них внимание, имейте в виду, что очень важно понимать контекст. Какой у вас есть контекст в вашем ворохе, с чем связано движение жизни у вас там в том материале, с которым вы работаете. У меня всё. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»